Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Вы смотрите новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. О самых заметных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Итак, коротко о самом главном. В возрождении виноградарства, пополнение бюджета и санитарная очистка города. На городском планированном совещании были поставлены новые задачи. Повышение эффективности работы налоговых органов и упрощение документа оборота. Эти и многие другие вопросы обсуждают руководители налоговых инспекций и управлений на семинаре в Анапе. Равнение на патриотизм. Анапские казачата в четвертый спартакиаде кадетских классов продемонстрировали свое мастерство и военные навыки. Исполняющий обязанности мэра Анапы Сергей Сергеев ушел в предвыборный отпуск, а администрация города продолжит работу в заданном им режиме. Сегодня прошло традиционное городское планерное совещание, на котором перед службами ставились задачи на неделю. О криминогенной обстановке за неделю доложил начальник полиции Андрей Раб. За семь дней поступило 345 сообщений, 94% раскрыто. Обнаружен и закрыт подпольный игровой клуб на улице Ленина. По линии детского закона 1539 проведено 53 рейда. Далее перед службами задачи на неделю поставили заместители мэра. Людмила Гузенко напомнила, что эта неделя завершает месячник обороны массовой и военно-патриотической работы. Нужно усилить работу в этом направлении и подготовиться к итоговому мероприятию. Также она сообщила, что в Анапе заработала санавиация, и первый тяжелобольной уже был отправлен на вертолете в Краснодар на оперативное лечение. Светлана Яровая сообщила, что долг по арендным платежам составляет порядка 80 миллионов рублей. Именно такую большую сумму недополучил бюджет города. Ситуацию необходимо исправлять. Для тем, кто должен в бюджет эти достаточно большие суммы, буду расторгать договора аренды даже под движимым имуществом. И хочу посмотреть, каким образом затем можно будет совершать сделки, брать кредиты и вообще распорядиться перед тем самым имуществом. Вообще намерена таким образом построить работу, чтобы не мы бегали, верните нам бюджет, пусть за нами где-то. У меня такая позиция будет в данном случае. Михаил Баюр напомнил, что необходимо разработать инвестпроекты, обеспеченные реальной землей. Начальник управления экономики и инвестиций Вадим Христофоров доложил, что на сегодняшний день уже 19 проектов подкреплены всеми документами, привязаны к конкретным земельным участкам, и работа в этом направлении продолжается. На недавно прошедшей встрече губернатора Кубани с активом Анапы Александр Ткачев поставил задачу возродить былое виноградарство и виноделие на курорте. В связи с чем задача управлению сельского хозяйства приступить к реализации муниципальной программы по виноградарству. В свое время это было 17 тысяч гектаров на арене. 25 тысяч тонн собирали вместо 10 сегодняшних тысяч тонн. Вы представляете, какой резерв. Вы должны активизировать эту работу и в этой части провести на этой неделе, до 21 числа, с руководителями виноградарских и виноделевских предприятий совещание. Контрольный вопрос планерки – санитарная очистка территории муниципального образования. Начальник управления ЖКХ Ольга Нечитайло доложила о той работе, которая круглосуточно проводится для создания чистоты и благоустройства на улицах и пляжах в городе и на селе. Обеспечивают чистоту на курорте 14 мусороуборочных компаний. На уборку улиц единовременно выходит более сотни дворников, а в летний период количество персонала увеличивается в разы. К предстоящему курортному сезону на вооружении Умупаку появится самая современная пляжеуборочная машина, которая способна собирать мусор от мелких фракций до крупных камней, работать у кромки воды и в воде у берега, эффективно просеивать мелкий песок с глубиной очистки до 30 сантиметров. Но есть и проблемы. Одна из самых острых – незаключение договоров на вывоз ТБО коммерческими объектами, отсутствие урн и контейнеров возле предприятий. В результате мусор оказывается на тротуарах и улицах курорта. Еще одна проблема – стихийное складирование мусора вдоль улиц жителями Анапы. Не дожидаясь мусороуборочной машины, люди просто выставляют пакеты на обочины, тем самым портят эстетический облик курорта и нарушают санитарную обстановку, особенно в летний период. Разъяснительная работа идет повсеместно. Специально для этого управление ЖКХ организовывает санитарные рейды, в ходе которых составляются протоколы на нерадивых собственников и предпринимателей. И, как показывает практика, такие рейды дают свои результаты. Все больше анапчан приучаются к порядку. Мусора на улицах становится меньше. Но полностью искоренить проблему пока не удалось. А значит, такие рейды будут продолжаться. Ольга Родина, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Сегодня в Анапе начал работу ежегодный семинар сотрудников налоговых органов России. Встреча проходит на базе санатория ЭЛАДА. Среди целей и задач семинара подвести итоги 2012 года и наметить приоритетное направление в работе налоговиков на 2013 год. Главная задача – повышение эффективности работы сотрудников налоговых органов и поиск путей максимального упрощения документа оборота между гражданами страны и налоговыми инспекциями. Вадим Родин продолжит тему. Семинар рассчитан на два дня. Сегодня, в первый день с докладами о результатах работы по основным направлениям деятельности налогового ведомства выступили руководители налоговых управлений Южного федерального округа. Сделать работу семинара дискуссионной, а не отчетно-докладной предложил представитель Центрального аппарата Федеральной налоговой службы Данил Егоров. Давы использовать отведенное на семинар время максимально эффективно. О повышении эффективности работы налоговиков – главная тема встречи. Первое, что очень важно, что этот семинар стал площадкой для всех налоговых органов Южного федерального округа. Особый вопрос, чем мы занимаемся, это то, что мы пытаемся усилить сервисную составляющую. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы людям было комфортно платить налоги самостоятельно. И это позволит нам обращать внимание и пользоваться теми контрольными функциями, которые у нас есть, в тех местах, где есть какие-то злоупотребления. Это не только вопрос наполнения тех или иных бюджетов, это вопрос влияния на конкуренцию. Потому что когда налогоплательщик тот или иной не платит налоги, он действует неконкурентно. Он, естественно, работает в более вольготных условиях, чем тот, который законопослушен, чем тот, который выполняет все установленные законом требования. И, следовательно, именно тем, кто это выполняет, им нужно максимально образом помогать. Здесь мы пытаемся создать те или иные виды конструкторов, которые шли бы на пользу общему делу. Краснодарский край по осваиваемым инвестициям и налоговым сборам впереди всех остальных регионов Южного федерального округа. И где, как не в Анапе, в одном из самых динамично развивающихся курортов проводить такие семинары. Южный федеральный округ по объему поступления в последний бюджет Российской Федерации занимает шестое место. Краснодарский край дает в последний бюджет России полтора процента. А если говорить по Южному округу, то мы 44% всех сборов Южного федерального округа поступают с территории Краснодарского окраина. Во второй день будут проведены круглые столы, на которых будут обсуждаться вопросы модернизации работы налоговых инспекций, которые наряду с повышением качества работы с налогоплательщиками продолжат активно развивать виртуальное налоговое пространство. Есть общая мировая концепция, что такой удаленный контакт через электронные формы, во-первых, очень серьезно снижает коррупционогенность, во-вторых, естественно, упрощает сам документ оборот, ну и в конце концов нельзя добывать, знаете, такая есть направленная зеленая составляющая, то есть мы меньше леса рубим, в конце концов, на это. Поэтому в любом случае это, конечно, комфортно и удобно, и о чем и цифры показывают, более 70% плательщиков нам сдают в электронном виде декларации. В АНАПе продолжаются Дни здоровья. Медицинские работники учреждений здравоохранения АНАПа выезжают в сельские округа с диагностическим медицинским оборудованием для профилактики и выявления различных заболеваний. В минувшую субботу День здоровья прошел в поселке Цибана-Балка, и в нем приняло участие рекордное количество человек. 810 жителей посетили мобильный медицинский центр, организованный в средней общеобразовательной школе номер 16. Прием местных жителей вели врачи, кардиологи, терапевты, эндокринологи, окулисты, а также врачи других узких специальностей. Медики обследовали всех желающих на наличие заболеваний и предрасполагающих к ним факторов путем измерения веса, роста, артериального давления, уровня глюкозы, холестерина, снятия КГ. Здоровье – это главное, что есть у человека в жизни, говорят медицинские работники. А значит, здоровью надо учить, а здоровый дух – воспитывать. Четвертая спартакиада кадетов восьми казачьих классов прошла в станице Гастагаевской. Это военно-спортивное мероприятие было организовано Анапским районным казачьим обществом совместно с Управлением образования и наркополицией Анапы. Спартакиада стала еще одним событием в череде мероприятий, проводимых в Анапе в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Алина Гумерова оценила военную подготовку и спортивные навыки казачат. Около ста кадетов приняли участие в спартакиаде. Казачаты свято чтут свои традиции, поэтому перед началом соревнований – общая молитва. За активную и целенаправленную работу по воспитанию здорового образа жизни у подрастающего поколения учителям были вручены грамоты. Далее – напутственные слова и пожелания от почетных гостей. Я всегда желаю в таких случаях победы всем. Даже то, что вы пришли на эти соревнования, вы уже победили. Вы являетесь победителями в своем классе и в своей школе. Успехов вам! И пусть победит сильнейший! Ребята соревновались в различных военно-спортивных дисциплинах, подтягивались на турнике, разбирали, собирали автомат, снаряжали магазин патронами. В тире школьники определяли, кто из них самый меткий, «Кто лучше держит строй, дружнее поет», выясняли в конкурсе «Песни из строя». Организаторы признаются, что такие соревнования очень нужны, так как имеют исключительную патриотическую важность для подростков. В первую очередь мы воспитываем в наших детях дух патриотизма. Мальчики – это защитники нашей Родины, а девочки – это те люди, которые их будут ждать дома, верно. Ну и к этому прилагается все уважение к старшим, вера в Бога, вера в православие. Православие плохому не научат. В любом случае мы стараемся привить им казачий дух, любовь к Отечеству, готовность служить Родине, чтобы они были патриотами, не жалели себя, как, например, и наши деды и прадеды. На Спартакеаде присутствовали совсем еще юные казачата. Валерия Ведякова из 12-й школы продемонстрировала свои танцевальные способности, а Анна Демьяненко из 24-й школы «Хутор-аутаж» показала умелое командование своим отрядом. Из колонны фото, из колонны фото, становись, раз, два, три, налево, раз, два, направо, раз, два, с песня вперед, шагом, марш, тише солдат, слышишь солдат, люди прожают зашли, да. Программа предусматривала не только состязания по военно-прикладным видам спорта, но и посещение музея школы номер 15 и проведение беседы на антинаркотическую тему с показом кинофильмов. Кадеты признаются, что, обучаясь в казачьем классе, они с юных лет получают именно те знания и навыки, которыми должен обладать настоящий защитник Родины. По итогам соревнования бронза досталась шестиклассникам 15-й школы, а пятиклассники школы номер 15 заняли второе место. Победителями четвертой спартакиады кадетов казачьих классов стали семиклассники 12-й школы. Ребят наградили грамотами, после чего всех накормили вкусной кашей. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа, Регион. В выборе будущее сегодня. Под таким названием в Анапе пройдет ярмарка учебных мест, организованная Анапским центром занятости населения. Приглашаются школьники 8-11 классов и учебное заведение всех уровней профессионального образования. Ярмарка пройдет 19 февраля с 10 до 12 часов в Центре культуры Родина по адресу улица Астраханская, 2. Справки по телефону 402-38. Ожидать ли анамчанам дальнейшего похолодания или же с завтрашнего дня погода повернется на весну, узнаем из прогноза погоды прямо сейчас. Завтра, 19 февраля, в Анапе будет малооблачное без осадков. Температура воздуха днем 0,2, ночью до минус 1 градуса по Цельсию. Ветер переменный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 5 градусов тепла. На сегодня это все новости. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Подарки приспособление. Времена исполнать сейчас.